На этом уроке серии флоры и фауны в Торе и в Талмуде я хочу поговорить про 8 особых, нечистых, маленьких, живых существ, так называемые широцим. Для начала само слово «шерец», которое здесь и в других местах Торе, значит не как в некоторых русских переводах на основе синодального перевода, так называемый «гад», «гады». Гады вообще-то это пресмыкающиеся, а здесь очевидно, что часть из них не являются пресмыкающимися, а являются млекопитающими. Просто нужно знать, что Тора разделяет разные виды не как биологи, а в зависимости от того, как их использует человек и вообще, как к ним относится человек. То есть с точки зрения человека описаны все виды, не с точки зрения биологии, разумеется, как и вся Тора. Тора в основном объясняет нам, еврейской нации, как жить и, соответственно, разделяет все движущиеся живые существа, всю фауну на четыре основные группы. А именно все, что летает, называется птицами, все, что в воде, даже если это не рыба с точки зрения биологов, Тора назовет это «даг». Кстати, заметьте, что конкретные рыбы в Библии не упомянуты, только общее слово. Видимо, потому что евреи не так уж ели рыбы в те времена, тогда не упоминается в Библии. Только вот в самом конце, уже в книге Нехемия говорится, что жители Цидона, ливанцы того времени, финикийцы, они продавали евреям рыбу. Но это уже было во время второго храма. В основном, видимо, рыба не была основной частью рациона среди евреев старые времена и фактически Тора даже не разделяет. В отличие от тех же кузнечиков, о которых мы поговорим отдельно, кузнечиков есть очень много названий для них в Торе. А для рыб нету отдельных названий, только уже позже появились в Иврите названия для разных рыб. Значит, все, что плавает, называется рыбой. Все, что летает, называется птицей, даже если это летучая мышь, неважно, какая категория с точки зрения биологии. Все, что на земле, делится на две части. Крупные животные и мелкие. Но крупные еще в домашних и диких делятся. Бхэма и хая. А вот мелкие, они называются шерацин. Гра считал, в римлянский гаун считал, что это от слова «рас». Шерац, который двигается. Рац значит бегать. Потому что маленькие, они обычно быстрее двигаются. Это понятно, это чисто физически можно объяснить, почему. Известно, что сила мускулов, разумеется, растет, если увеличить, скажем, какое-то существо в два раза, то оно вырастет только в четыре раза. А вес в восемь раз, да, в кубе. Получается, что очень маленькие существа, они обычно более подвижные. Смотрите, с какой скоростью, по сравнению со своим размером, двигается муха. Или даже если взять маленькие какие-нибудь животные, часто они подпрыгивают так высоко, несколько своих ростов. То, что крупные животные не могут сделать, а слон, он вообще не может подпрыгнуть. Чем больше, тем получается, тяжесть растет в кубе, а сила мускулов только в квадрат. Поэтому маленькие, они обычно более подвижные, и поэтому Вильницкий Гаун считал, что Тора их называет широцим, двигающиеся быстро. Получается, что правильный перевод этого слова в главе Шмини, который будет читать скоро, это не гады, а маленькие животные. Некоторые маленькие млекопитающие, некоторые маленькие действительно присмыкающиеся. Так вот, есть восемь особых этих животных широцим, которые Тора в главе Шмини в конце описывает, что они передают нечистоту. Что это конкретно значит? Сегодня для нас это вообще ничего не значит. Мы сегодня все считаемся ритуально нечистыми, хотя бы потому, что если человек хоть раз побывал в месте, где есть мертвое тело, или даже части мертвого тела, как мы обсуждали в наших комментариях к трактату Назир, например, то он уже стал нечистым навсегда, пока не будет пепел красной коровы, и тогда можно будет очиститься. Так что мы все считаемся ритуально нечистыми. Для нас практического значения почти в этом нет, потому что ритуально нечистый человек может делать практически все то, что делает чистый человек, кроме того, что он не может заходить на территорию храма в Иерусалиме, не просто синагоги, а именно храма в Иерусалиме. И также ритуально нечистый человек, по Торе, не может есть определенные виды приношений храмовых. И то, и другое сегодня к нам не относятся, поэтому мы не заходим на территорию храма, а приношений у нас никаких нет, поэтому мы все ритуально нечистые, но это нам не мешает соблюдать заповеди, которые к нам сегодня относятся. Но вот в старые времена, когда человек часто бывал в Иерусалиме и ел какую-то ритуальную пищу, должен быть в чистоте, постоянно ритуальной, ему было нужно знать, что передает ритуальную нечистоту. И вот книга «Ваикра», как раз третья книга Моше, то, что называют по-русски «Левит», она частично занимается именно этой темой. Заметьте, что в последней книге Моше, книге «Дворим», второзаконие, Моше повторяет заповеди и упоминает почти все, что упомянуто в главе Шмини в отношении кошерных животных, кошерных птиц и тому подобное. Но ничего не говорит про вот эти нечистые животные, потому что в основном там Моше обращается к среднему человеку, к народу, которому редко имела отношение чистота ритуальная. А вот третья книга Моше, которая именно к Левитам и Коинам, да, к священникам адресована в первую очередь, там, соответственно, заодно обсуждается вот нечистота ритуальная этих маленьких животных. Так вот, обычно маленькие существа, если их раздавили, допустим, лягушку какую-то, если она умерла, и ее коснулся, человек, он нечистым не станет. Даже от змеи, что интересно, он не становится нечистым. Есть интересный вопрос уже давно у мудрецов Талмуда и у философов, почему действительно Тора делает нечистыми 8 видов, а змею, казалось бы, что должно быть более нечистым, чем змея. А змею как раз не делает. Одно из объяснений дают, что Тора не хотела, чтобы человек, когда соблюдает ритуальную чистоту, боялся убить змею, чтобы не стать нечистым. Поэтому змею как раз, змея не передает нечистоту, если она мертвая. Но в отношении еды ни один из этих видов не кошерен. Неважно, они передают нечистоту или нет. Все эти виды не кошерны. Есть только определенные кузнечики, о которых мы поговорим на другом уроке. Которые кошерны, но которые почти все сегодня не едят, кроме некоторых йеменских евреев. А в отношении всех остальных маленьких существ, будь то летающие, или ползающие, или плавающие, все это, все эти виды разных широцим. Иногда, да, широцим называют и летающих, и плавающих тоже иногда называют широцим. Все маленькие существа фактически широцим могут быть. Так вот, все эти широцим обычно запрещены в пищу. Поэтому евреи так внимательно проверяют овощи, да, и зерно, чтобы не было никаких букашек, никаких червячков и так далее. Ну, это противно большинству людей, но вот евреи в особенности скрупулезны, с этим и специально продают, например, капусту, салат, там, где уже прочищено полностью и проверено раввинами, что там нет червячков. Так вот, эти восемь видов, которые передавали нечистоту ритуальную, то есть человек, который коснулся мертвого, допустим, мертвую ящерицу, становился нечистым. Тут вот восемь видов, но мы не знаем точных переводов некоторых из них. Почти про все из них есть диспут, что это именно за вид. И на этом видео я не хочу вдаваться во все подробности, только в двух словах опишу, какие виды, скорее всего, включаются. А на другом видео мы поговорим про некоторые виды, в особенности про тиншамет, про последние из них более подробно. И одна из сложностей в том, что во время, конечно, нашей истории, нашей нации, бывало, что изменялось название разных видов. Вот, например, сегодня слово цав, один из этих видов, это черепаха, а тогда это было что-то другое. Может быть, хорек, да, или какой-то, может быть, вид какой-то тоже ящерицы. Так вот, какие виды, возможно, здесь включены? Ласка. Я когда-то обсуждал имя женское, которое так и называется, да, хульда. Первое из них, холед, это от слова, женского рода будет хульда. Ласка, возможно. Ахбар, наверное, проще всего перевести, это мышь или крыса. Потом цав, как я сказал, это не черепаха всего, а какой-то, скорее всего, какой-то ползучая ящерица. А на ка обычно переводят как еж. Потом какая-то еще ящерица, коах, и еще одна ящерица, лыта. И хомет иногда переводят как улитка, но есть и другие мнения, что это значит. Я видел рабы Ария Каплана, например, приводят, что это может быть какой-то сцинк. Сцинк это тоже тип ящерицы. Мне кажется, что это более вероятно, чем улитка, я скажу почему. Вряд ли Торуба сделала нечистым очень маленькое существо, которое легко на него наступить, и человек не заметит и станет нечистым. И будут у него потом проблемы, если он зайдет в храм. Скорее всего, эти существа, они побольше все-таки размером, чем улитка. И, наконец, последний Тиншамет обычно переводят как крот. И о нем я поговорю отдельно, потому что есть такое же слово в списке запрещенных летающих существ. Обычно переводят как летучая мышь Тиншамет. Я поговорю, в чем связь между этими двумя возможными. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok